Приветствую вас и сразу же поздравляю, так как вы добрались до заключительного 10 урока по изучению библиотеки Pygame. В ходе урока мы уже ничего не будем с вами разрабатывать или же изучать, а лишь подведем итоги изученного, а также определимся с тем, куда стоит двигаться далее. На данный момент вы уже понимаете, как функционирует библиотека Pygame и как вы можете создавать игры на ее основе. За курс были изучены все ключевые особенности данной библиотеки, начиная от создания и отображения простых фигур и изображений, заканчивая созданием обработчиков событий, соприкосновений и прочих механик. Сейчас вы можете углубляться в данную библиотеку, но я рекомендую вам делать это на примере разработки какой-либо собственной игры. Так ваше обучение пройдет быстрее, а главное вам самим будет интереснее все это делать. И стоит еще понимать, что разработка игр на Pygame не является ключевой сферой данного языка программирования. Поэтому если вы решили разработать какую-то огромную игру, то стоит обратить свое внимание на другие языки, как например C++ или тот же самый язык C Sharp. Также хочу отметить, что если вы хотите полноценно изучить язык Python, то рекомендую вам мою большую программу обучения по данному языку. За программу вы научитесь писать код на самом языке, научитесь создавать приложения под ПК на основе библиотеки Киви, научитесь строить телеграм-ботов и плюс познакомитесь с веб-разработкой на основе фреймворка Django. Программа очень большая и я с гордостью могу ее вам представить. Ссылка на программу обучения будет в описании к этому видео. У меня же на этом все. Надеюсь курс вам понравился. И если так, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Также не откладывайте в долгий ящик изучения следующих технологий и приступайте к изучению как можно быстрее. До скорых встреч. Пока.